друзья мои дорогие всем добрый день как вернуть бывшую жену как вернуть бывшего мужа один за одним сделаю размещу ролики на эту тему не раз уже я видео снимала и статьи писала но тема актуальны для многих да конечно же найдутся те кто начнут писать что а зачем ее ее возвращать а зачем это надо и прочее прочее и это тоже прекрасно что вы для себя приняли решение однозначно и те кто не хочет возвращать это ваше решение и поздравьте себя с ними и желаю вам прекрасного нового этапа жизни но так бывает что действительно люди расходятся в период например когда знаете кризис брака некий неправильно был пройден когда как-то вот обид под накопили просто нормально не поговорили когда как-то сразу все навалилось внешние обстоятельства ваш собственный кризис по разным причинам расходятся и в том числе вполне себе подходящий друг другу любящий друг другу люди поэтому если вы мужчина вы муж бывший муж и у вас сейчас некая такая гипотеза есть что вы хотите можете попробовать с вашей бывшей супругой снова что-то наладить то однозначно потестировать эту гипотезу стоит попробовать сейчас что-то предпринять ну или не сейчас там смотря какая ситуация чуть позже что-то предпринять чтобы уже себе сказать я правда сделал все что мог для сохранения этих отношений это тоже вариант поэтому если чувствуете незакрытость какую-то незавершенность пробуйте пытайтесь вот главные моменты какие в связи с этим хочу проговорить что важно во первых честно понимать ключевую причину почему вы расстались далеко не все люди даже готовы себе признаться например в этой причине они куда-то себя уводят сторону они так себя берегут я работаю и с мужчинами и женщинами и с парами на консультациях и когда вот человеку задаешь какие-то вопросы он далеко не всегда себя готов честно прямо на них ответить поэтому подумайте а реально то все таки что было и дальше сами собой решите а вы можете ли сейчас исправить эту причину вы можете ли как-то компенсировать как-то перезаместить потому что если нет а какой смысл тогда все это возвращать что еще важно прежде чем как скажем так начинать какую-то активность или какую-то иную активность со своей стороны предпринимать подумайте и сверьтесь о ее готовность контакту сейчас если она полностью закрыта если у нее какие-то там активные отношения идут слушайте но далеко не всегда вот мы здесь и сейчас можем что-то сделать поэтому всегда нужно в индивидуальном порядке все-таки какой-то сценарий разрабатывать что еще важно вы должны быть устойчивом состоянии вы не в состоянии отчаяния должны к ней приходить не цепляться потому что вот это состояние нужды она очень считывается и она вас обесценивает и ей тоже будет неприятно то есть как можете стабилизируйтесь в тех сферах вашей жизни где это под контролем где это возможно работа карьера здоровье взаимодействие с если у вас есть общие дети что еще важно если какие-то разговоры будут признайте ошибки без обвинений без руганий без а вот ты вот и так далее вы вернуть ее хотите или вы хотите доказать правоту которая на данном этапе может быть не настолько и нужно вы расстались по сути решение это принято признайте ошибки так как вы их видите не показываете нужду в том что вы вот прям настолько вот зациклены на ней да важно транслировать посыл что я хотел бы попробовать я признаю ошибки я вот это могу скорректировать это могу скорректировать но я сильный человек и в любом случае я не умру без контакта с тобой потому что вот это вот возвращение на чувстве вины и на чувстве долга она такое знаете очень опасно и такой человек он скорее со временем просто будет вызывать раздражение чем уважение и прочее не закрывайтесь от общения с другими людьми взаимодействуйте но осторожнее с вот этими стратегиями выведение на ревность давление попытка привлечь общих друзей и родственников постоянная ругань вот вот эти вот все темы отчаянное какое-то цепляние это скорее только вызовет недоумение раздражение и супругу вашу может отдалиться еще больше каких-то случаях ревность является положительным компонентом но здесь нужно понимать ваш контекст нужно понимать личность вашей супруги и что там за бэкграунд что там за предыстория поэтому вот лучше осторожнее если не уверенный смотрите вот идти возвращать партнершу нужно только тогда когда вы для себя смирились и приняли сценарий что вы можете и никогда не вернуть что вы можете так всю жизнь без нее и жить там другие женщины у вас будут и вам с этим нормально еще сбор не из состояния нужды возвращаем а из состояния осознанности и ресурсов какие стратегии возвращения жены могут быть здесь на самом деле все просто и лучше чтобы у вас была какая-нибудь маленькая ясные вам стратегии чем вообще никакой чем вот это вот сегодня вы за ней бежите дарите ей цветы завтра вы говорите а пошла ты мне все надоело послезавтра вы какие-то слезные смс пишите будьте последовательны будьте системны кей стратегии бывают стратегия первое если у вас есть общие дети это идеальный отец плюс адекватная забота о ней не гипер забота не ой я буду тебе ноги целовать и так далее и так далее а это скорее может быть воспринято с недоверием как то так как некий неестественный выпад вы нужный отец своим детям дети в восторге дети хорошо а вас супруги отзываются вы там какие-то подарочки им дарите время с ней проводите может быть что-то передаете ей может быть где-то помогаете ей но очень дозированно чтобы это не выглядело как неестественная другая стратегия это контраст вот все то за что она вас ругала претензий вам предъявляла из-за чего вы там расстались например лень ей ваши не нравилось какие-то ваши профессиональные неуспехи невнимание к ней образ жизни еще какие-то нюансы если опять же вы готовы это корректировать вы вот как раз начинаете быть другим не таким какому она привыкла и стараетесь все-таки корректно ей это транслировать что вы другой то есть конечно же это как минимум внимание и привлечет а дальше уже разберетесь а еще такая тоже вполне рабочая стратегия это дружба с продолжением да это неоднозначная тема дружбы с бывшими но понимаете как правило дружбу предлагает тот кто не готов на сто процентов расстаться этот у кого как раз планы и у кого как раз чувства какие-то есть предложите ей дружбу товарищество приятельства в ней и будьте на связи будьте под рукой и помогаете ей конечно осторожнее со сценариями когда у нее уже есть другой мужчина здесь все индивидуально не могу сказать насколько опять же все зависит от того насколько она с ним близко насколько тот мужчина вам вообще конкурентно это очень хорошая линия поведения вы дружите дружите а потом у вас как-то вот оно все вот в подходящий момент перетекает во что-то большее четвертая стратегия это общее дело прекрасно если у вас есть какой-то общий бизнес или вы можете что-то вместе поделать не отказывайтесь от общих дел сменить резину что-то по детям порешать куда-то к общим родственникам поехать очень разные бывают истории и в совместной деятельности люди сближаются люди друг на друга другими глазами смотрят и пятая стратегия это действительно приятные яркие встречи приятные яркие свидания если супруга хоть как-то на контакт с вами выходит не надо ее додалбливать вот этой вот рутина и доброе утро спокойной ночи скучаю не могу каждый день одно и то же лучше иногда дайте ей а небольшой праздник пообщайтесь с ней на нейтральной территории без давления внимательно слушайте ее побольше вот этой легкости то есть по сути немножечко активизируйте вот это вот конфетный букетный период на опять же говорю вот эти все вещи которые сейчас проговорила всегда нужно применительно к вашей ситуации настраивать смотреть если вам будет нужна моя помощь как психолог как психотерапевта как коуча буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях пишите мне внизу контакты мои есть узнавайте условия проведения консультации мы с вами уже конкретно план действий конкретно стратегию разработаем да не все готовы ходить длительную терапию всем это и нужно но одна-две консультации где вам хотя бы со стороны основные ошибки подскажут там какую-то канву помогут вам накидать но это действительно очень большая значимая помощь поэтому если считаете что потенциал есть на возвращение отношений это прекрасно пробуйте и буду рада если смогу вам помочь и постараюсь конечно же вам помочь друзья мои дорогие всем пока всем до скорых волнующих встреч